Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, вот он пришел, день светлого Христового Воскресения. Сколько их уже было? Уже с тех пор, как Христос покинул этот бренный мир. Что он оставил после себя? Последователи его. Есть ли в них вот эта искра Божья? Есть ли в них дух? Понимают ли они вообще, зачем этот высокий дух приходил сюда? Или до сих пор блуждают в каких-то иллюзиях и оморочках? Вообще, зачем он приходил? Кто-то не понимает христианский эгрегор, не понимает миссию. Кто-то слепо верит. Нужны ли Богу рабы? Нужны ли ему наши молитвы и поклонения, восхваления, псалмы? Соблюдаются ли заповеди Христовы в этом мире? Ну вот так, если посмотреть на историю, как вот ловко можно перевернуть все. Как ловко, да? Вот как где-то есть в заповедях Иисуса о том, что святых людей надо высушить и потом по кусочкам возить где-то и поклоняться их мертвым мощам. Где-то есть у него вообще упоминяние креста, что нужно поставить крест, вот где бы ни было хорошее место, источник, родник, взять и влепить там крест. Поставить на этом крест. Всегда крест это какой-то некий запрет, да? Закрыть. Закрыть что-то. Закрыть светлое место. Поставить запрет и остановить. Стоп. Да, в магических практиках есть такое понятие открытие и закрытие портала. Когда вы открываете его и закрываете и ставите тоже крест. И в чем-то, вот в этом южно-благодатном крае стоят огромные каменные кресты. На выезде из города, на въезде, на каких-то местах действительно сильных и хороших. Нужно ли это было или сейчас нужно Иисусу? Сомневаюсь. Нужно ли ему вот это поклонение, восхваление? Помните, как он изгнал торговцев из храма? Да, вот это знаменитое изгнание, когда он перевернул лотки торговцев. И во что превратилась церковь? Во что она превратилась тут же? Любил ли он всю эту вычурность, золото, золотые чаши? Или он питался простой пищей и ходил в простых сандалиях, в простых одеждах? Ходил ли Христос как патриарх или как иерархи церкви в золоченных одеждах, увешанных амулетами Христами? Вообще он пользовался ли каким-то кадилом или какими-то вещами? Вот это, откуда это взялось? Откуда эти люди взяли, что именно так надо? Что надо молиться мертвецам, что надо почитать мощи святых, не к духу их, не к духу обращаться, тех людей, а именно к мертвой энергии. Вот как, друзья мои, кто воспользовался плодами этого? Ну, друзья мои, конечно, душу не обманешь, и свет души, высокого духа Иисуса, конечно, до сих пор присутствует в этом мире. Но сколько омороченных, да, вот эта вечная борьба света с тьмой, мертвых с живыми. Вот то, что его убили, и он воскрес, да, вот он воскрес, это понимание, что живое преобладает над мертвым, победа живого над мертвым. А и Грегор, и священнослужители пытаются наоборот, поставить на всем крест, все закрыть тяжелым золотом, забить, зачистить. Праздники, опять же, праздновал ли что-то Иисус, или он взывал к духу, к ежедневной работе над собой, не к поклонению, не к каким-то, а молитва для него это была медитация. Он был аскетом, его 40 дней в пустыне. Он аскет, а не какой-то празднователь с салютами и с песнопениями. Все не так, да, вот. Все, мы смотрим на это и не видим. Нужны ли вообще праздники? Или должен быть ежедневный, спокойный, уверенный труд над собой, над своим пространством? А не еженедельные празднования, которые царят в церкви? Не к осуждению, друзья мои, просто вот такие мысли. Призывал ли он, чтобы мы носили вот этот крест на своей груди? К магическим ритуалам крещения, там, обрезания каких-то вещей. Да, много, много странного. Но зерно истины увидит только душа, не разум, который предпочитает привычные ритуалы, предпочитает следовать путем тем, которые кто-то указал. Молитесь, будьте покорными, будьте рабами. Не смотрите, не занимайтесь, не развивайтесь. Вы этого не можете, не знаете. Покоритесь волей. Это не значит, да, можно следовать с потоком, можно говорить со Вселенной, говорить с Создателем. То, что он делал. Но люди в связи с тем, что вибрации их были низки, восприняли все и перевернули. И плодами, и жертвой, видите, воспользовались совершенно нити, да, те, кто хотел вот этой идеей поработить оставшихся, запутать. Может быть так? Или все это, друзья мои, все это странные, глупые мысли. Светлое Христово Воскресенье. Действительно прекрасный день. Смотрит сейчас Иисус на это все. Что он испытывает? Печаль, надежду, понимание, что те две тысячи лет, прошедшие, это только начало пути. Будет ли второе пришествие? Или еще рано? Или если опять Спаситель спустится на эту землю, его, опять же, убьют. Каким образом? Не знаю. Но опять же, вот те же самые, кто кричат ему «Асана», они найдут способ, что это не тот, не так, не потому, и убьют его. А потом, опять же, вознесут его на кресте, на колено, на чем угодно. И будут пользоваться, пытаться переиначивать те слова, те мысли, которые он дал. Поэтому, возможно, он еще не пришел. Потому что не готов никто к этому. На этой земле правят бесы, демоны, которые кружат, кружат и перевирают. Как и люди, любые слова можно перевернуть. Любое знание можно исказить. Добавить чуть-чуть. Чуть-чуть правды, а остальную сделать ложью. И все. Правда становится ложью. Все, драгоценные мои друзья. Что-то, наверное, много-много наговорил. Какой-то глупости. Поэтому, простите меня, но не люблю праздников. Вообще никаких. Ни Нового года, ни 1 мая, ни 8 марта, ни 23 февраля. Ни тем более церковных праздников. Потому что понимаю, что праздник – это только отвлечение от работы над собой, над пространством. Попытка запутать вас. Праздник – это зло. Мне так кажется. Все, пока. Счастливо.